Отношения Баку и Москвы испытывают вызовы по нескольким направлениям сразу. Армения обратилась в Совбез ООН с требованием созвать внеочередное заседание из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван считает, что действия Азербайджана нарушают условия трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и противоречит решениям Международного суда ООН, согласно которым Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспорта и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях. Что происходит? Комментарий Георгия Бофта. Азербайджан начал ограничивать движение грузов и людей по Лачинскому коридору, который соединяет Карабах с Арменией еще в декабре прошлого года. В апреле там был установлен КПП азербайджанской армии, а после 15 июля началась фактически Балкада. Премьер Армении Никол Пашинян говорит, что Азербайджан не пропускает даже грузовики с гуманитарной помощью. Эксперты ООН, побывавшие в Карабахе, говорят о настоящей гуманитарной катастрофе. Даже машины скорой помощи не ездят на вызовы, нет горючего. Электро- и газоснабжение Карабаха также организовано через территорию Азербайджана, поэтому его тоже нет. Баку хочет такими методами добиться того, чтобы Карабах с его 120-тысячным армянским населением вернулся в состав Азербайджана без всяких оговорок, исключений и особых условий, в том числе без какой-либо автономии. Жители Карабаха должны либо принять азербайджанское гражданство, либо покинуть регион. Впрочем, никто точно не знает, сколько там этих жителей осталось. 120 тысяч было по переписи почти 10 лет назад. В Баку считают, что не более 40 тысяч. Там также отрицают наличие гуманитарной катастрофы и на словах выражают готовность наладить снабжение региона. Но только не из Армении, а из самого Азербайджана, утверждая, что, мол, силы обороны Карабаха сами забаррикадировали дороги, ведущие в регион не по Лачинскому коридору. В Карабахе же считают, что это ловушка и подготовка к силовой интеграции в состав Азербайджана. Пашинян еще в мае заявил, что готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но при условии соблюдения прав армянского населения. Однако Баку считает, что никаких особых прав карабахским армянам не положено. Обвинения в геноциде, раздающиеся из уст разных околоооновских экспертов, его не смущают. Евросоюз также занимает весьма мягкую позицию по отношению к Баку. Объяснение чему может быть простое. Раз русские туда влезли, то пусть это и будет их головной болью. По соглашению 9 ноября 2020 года в регионы размещен российский миротворческий контингент численностью до 1960 военнослужащих со стрелковым оружием. Он расположен как вдоль линии соприкосновения в Карабахе, так и вдоль Лачинского коридора. Москва пыталась мягко убедить Баку разблокировать коридор, но впустую. Последнее заявление МИД РФ по этой теме было как раз 15 июля. Там было в частности сказано, что части мирного договора Баку и Еревана должны стать надежной и четкой гарантией прав и безопасности армян Карабаха. Отмечено, что в Карабахе развивается гуманитарный кризис и содержался призыв к азербайджанскому руководству принять срочные меры для немедленного разблокирования Лачинского коридора. Заявление вызвало, однако, острое недовольство Баку. МИД Азербайджана в ответ заявил, что считает недопустимым, чтобы российский МИД интерпретировал и обусловливал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в контексте того факта, что премьер Армении, державший под оккупацией азербайджанской территории почти 30 лет, признает Карабах частью Азербайджана. Выдвигались также претензии, что военные силы Карабаха использовали Лачинский коридор якобы для перевозки военных грузов и мин, а также ротации незаконных воинских формирований. С тех пор пререкания между Москвой и Баку на эту тему прекратились. В последнем сообщении информбюллетеня российского Минобороны о деятельности миротворческого контингента в регионе никакой гуманитарный кризис даже намеком не упоминается. Сказано, что на 30 наблюдательных постах миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Нарушение этого режима не зафиксировано. Проводится патрулирование и поддерживаются непрерывные взаимодействия генштабами армии Армении и Азербайджана. Далее приведена статистика о ходе разминирования с ноября 2020 года. Так что миротворцы вмешиваться в ситуацию явно не собираются. Тем временем отношения Москвы и Баку вновь обострились после заявления посла Азербайджана на Украине Сеймура Мордалиева о том, что Баку поддерживает Украину против России и намерен всецело помогать и далее. Он объявил о новом пакете помощи Киеву, в частности в реабилитации военных, поддержке в энергетическом секторе и послевоенном восстановлении. Азербайджан взял под кураторство восстановления города Ирпень и предоставил машину для разминирования. Поскольку в заявлении Мордалиева было немало резких выпадов в адрес Москвы, МИД РФ попросил разъяснение, заявив, что будет дополнительно изучать слова дипломата. В процессе этого изучения стоит, видимо, учесть, что Азербайджан наряду с Турцией занимает очень важную роль в логистическом обеспечении российского параллельного импорта, в силу чего у Москвы остается немного рычагов воздействия на Баку. Там это знают и пользуются.